Всем привет! Сегодня мы с сыном проводили небольшие гальванические эксперименты. Я показывал ему гальванику, а заодно решил провести небольшой опыт и показать ему так называемый электрический вихрь. Электрический вихрь это движение воды под действием электрического поля в магнитном поле. Дело в том, что любая электрическая частица при своем движении в магнитном поле испытывает некоторое воздействие. Это так называемая сила Лоренца. Эксперимент достаточно наглядный, поэтому я решил поделиться этим экспериментом вместе с вами. Дело в том, что у меня есть блок питания, ванночка, в котором проводили гальванические опыты. И под ванночку я разместил парочку кольцевых магнитов. Тем самым моя гальваническая ванна теперь находится под действием магнитного поля. Обыкновенные круглые магниты хорошо с этим справляются. Кольцо от пивной банки, которое мы с сыном гальванизировали с помощью меди, находится сейчас в растворе соды. Это обыкновенная пищевая сода, которую я растворил и залил вот в эту нашу лабораторную установку. Сейчас я немножко придвину фокус и опущу в электропроводящую жидкость, а сейчас у меня щелочная среда, вот этот положительный электрод. Я включаю блок питания, при этом на обрезке пивной банки у меня сейчас минус, а положительный электрод с небольшой медной проволочкой мы погружаем в токопроводящую среду. Разумеется, тут же происходит электрохимическое разложение воды на водород и кислород, и при этом выпадают соли меди, которые образуются в результате реакции щелочной среды и медной проволочки. Но самое интересное, что вот эти соли, плохо растворимые, начинают кружиться в интересном красивом вихре. Прямо-таки небольшое электрическое торнадо в воде. Электроды шипят, а вода крутится. И вы можете наблюдать, как эдакие, как их назвал мой сынок, облака, крутятся, как гигантский осьминог, и своими щупальцами задевают нашу пивную банку разрезанную. Все это происходит под воздействием силы Лоренца. Дело в том, что ионы, из которых сейчас состоит вот эта жидкость, положительно-отрицательно заряженные, двигаются от катода к аноду. Но при этом на них действует магнитное поле тех кольцевых магнитов, которые я расположил под донышком моей гальванической ванны. И вся жидкость начинает раскручиваться. Это эдакий электро-гидродинамический двигатель. Возможно, на основе его можно сделать какой-нибудь жидкий моторчик. Я его пока еще не придумал, но если я его придумаю, то обязательно покажу его вам. А пока что вот такое электрическое двигатель.